Но война – это прежде всего математика, это прежде всего арифметика. Войну выигрывает математика, производство того, сего, другого, также и с миграцией. Тысячу человек депортировали, а 10 тысяч в этот же день завезли. Вы арифметику-то помните? То есть будет очень много сейчас, поскольку люди просыпаются, будет очень много попыток создать фейковую борьбу, фейковые какие-то громкие заявления, какие-то депортации. Но вопрос должен всегда быть один. Граница закрыта или нет? Малый, который у этих мигрантов в руках – это карты, это инструкции. Семь разных карт для разных людей из разных стран мира. В картах описаны лучшие дороги, где остановиться, хостелы, лагеря, где бесплатно покормят, обогреют. Есть инструкции, как ездить в товарных поездах правильно. Есть инструкции, что делать, когда пересекаешь границу США. Вы посмотрите на эти карты, вот зрители, посмотрите. Если вы на них посмотрите, карты со стрелками, вы поймете, что это война. Дорогие друзья, я, как всегда, рада приветствовать на моем канале всех наших единомышленников. И сегодня я приветствую нашего друга Даниэля Сачкова, создателя «Бастиона», которого все уже знают, он к нам не раз приходил. Здравствуйте, Даниэль. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, зрители. Сегодня у нас, на самом деле, очень актуальная тема, и вы ее назвали, Даниэль, как направление вторжения. Я считаю, что это очень правильная фраза. Вообще название того, что происходит с миграционными потоками в мире, это именно вторжение. Я тоже с этим абсолютно согласна, потому что вижу не только в какой-то определенной стране, а во всем мире все более ухудшающуюся тенденцию именно захвата, я бы сказала. И если посмотреть, например, по нашей стране, где живу я, по Италии, то, несмотря на то, что у нас уже и пришло вроде бы правительство права, которое пытается, да, то есть там ищет какие-то ходы и выходы, но настолько все сложно решать на местах, настолько все зависит от чего-то свыше, то есть есть что-то, вот какое-то такое мировое управление, которое реально держит в кулаке все эти процессы, и как бы ты ни старался, мне кажется, на месте, пока на данный момент очень сложно что-то изменить, и как на что-то повлиять. Вот у нас, например, уже дошло до того, что народ, народ просто не может всего этого терпеть уже, у нас дошло до того, что в Милане на днях в Государственном университете учеников итальянцев заставляли петь стихи из Корана. Это видео облетело все соцсети, все в ужасе просто возмущены католической стране, столице. Христианство. Да, столица христианства, где у нас Ватикан, да, то есть как бы они, итальянцы-то считают себя столицей христианства, понятное дело, и действительно до сих пор еще много верующих в Италии людей, католиков, вот. Но вот такие вот вещи происходят. Есть школы, где даже кресты снимают, у них обычно в школах всегда крест висит на стене, сейчас уже тенденции кресты снимать, якобы мы вот толерантны, якобы у нас же тут уже полкласса арабских детей, зачем мы крест будем держать, то есть вот эта полемика идет. Мы видим, как в Америке вообще творятся какие-то страшные вещи, я не знаю, как у вас там что, но я вижу во всяком случае в свободных каких-то соцсетях, в том же Телеграме, недавно видела ужасающее видео, где в одном из штатов, я, к сожалению, сейчас не назову штат, в одном из штатов, может быть, это был Техас, но я не уверена, просто вот стоят, значит, 3-4 человека, да, там, руководители этого штата, и объявляют, что у нас чрезвычайная ситуация, и мы просим жителей нашего штата взять к себе домой по семье мигрантов. Очень важно, если у вас дома есть свободная комната, пожалуйста, рассмотрите, приняйте к себе семью мигрантов. Кто вот, у кого есть свободные комнаты, берите себе мигрантов, мы вас просим. Но давайте дошла уже даже до такого. Мы видим какие-то абсолютно нереальные очереди на границе с Техасом, вот это море людей, я даже в Италии, в Лампедузе столько не видела, если честно, море нескончаемое людей. И мы видим, например, тенденции в России, опять же, очень спорные, да, вот глава Института демографии сказала, что России нужно бороться за мигрантов, я вот скрин даже поставлю, то есть она сказала, что России нужно бороться за мигрантов, как миграция изменит национальный состав России, как избежать появления мигрантских анклавов, какой нужен баланс между мягкой и жесткой миграционной политикой, РБК рассказала директор Института демографических исследований рано. Я прочитала эту статью, она говорит о том, что, конечно, последняя надежда на то, чтобы якобы Россия не вымерла, это мигранты. То есть вот такая ведется сейчас политика. И это, конечно, абсолютный абсурд. Сначала сделать так, чтобы коренной народ вымирал, а потом спасать его от этого завозом совершенно чуждого культурного народа. Да, да, да. Давайте начнем, пожалуйста. Я вам даю слово, что вы думаете, и расскажите нам, разложите нам все по полочкам. Да, я скажу сразу, что очень важно сразу же про любое явление пытаться его понять. Вот я часто рекомендую людям книгу Томаса Куна «Структура научных революций». Он ввел такое понятие в эпистемиологию как парадигма. Ну, это немножко неясное понятие, но по сути парадигма обозначает то, что я смотрю на картину, и я определяю, что вообще является сущностью, что существует, а чего нет. И если я определяю верно или определяю ближе к реальности, то тогда я могу сделать какие-то правильные выводы. Ну, я пример приведу. Например, вот люди анализируют мировую повестку. И вот есть такая парадигма. Российская Федерация борется с Западом. И, значит, в этой парадигме, и все новости, которые я вижу, они укладываются вот в эту борьбу с Западом. Несмотря на то, что приходит очень много новостей, которые вроде бы не укладываются, но я, поскольку у меня такой взгляд на мир, я остальные новости просто отметаю, как аномалию. Ну, что-то там непонятное, да. Это во многих ситуациях так работает. И с миграцией тоже такое. Даже вот понятно, что сейчас мы сегодня в точке, когда уже невозможно ее игнорировать. Ну, просто из человека глаза есть, он смотрит вокруг, он понимает, особенно если он живет в Берлине, в некоторых итальянских городах, в Америке во многих городах, в России, в большинстве городов. Уже невозможно игнорировать. Но очень большие силы брошены на то, чтобы замутить эту тему и направить наше мышление по ложному пути, как мне кажется, или по крайней мере непродуктивному пути. Я объясню, какие непродуктивные пути. Например, часто разговор начинается в русле вот нелегальная миграция. Но дело не в том, что она нелегальная. Легальная миграция еще хуже, когда они получают документы сразу. А нелегальные это еще хуже. То есть вопрос не в том, что это нелегальная миграция. Потом они пытаются замутить, что, мол, экономике нужна эта миграция. Что вот экономика. И люди начинают спорить. Да нет, экономике она не нужна. Ну и очевидно, посмотрите на кадры большинства этих мигрантов. Эти люди, это что, врачи, это что, изобретатели. Или даже строители. Какие дома они построят. То есть у них нет навыков, даже банально, если уже не брать какие-то там просто рабочую этику и так далее. Но вот даже сам этот разговор, когда вы начинаете с кем-то спорить про экономическую составляющую миграцию. Все, вас увели не в ту сторону. Вы даже, может, выиграете спор, но вы уже не там. И много-много таких ракурсов. Вот легальная, нелегальная, трудовая миграция. Часто такой ракурс давят, значит, на слезу и говорят, ну, в каждой нации есть негодяи. И, значит, вы что там, расисты и так далее, и так далее. И начинаешь доказывать, да нет, у меня друзья разных наций, я не расисты и так далее. Да, я люблю свою нацию, я русский, это великая нация. Не значит, что я одобряю там любое действие государства, тем более, да, сегодняшнего Российской Федерации. Смысл в том, что вас уводят, вы теряете энергию, и вы начинаете смотреть на ситуацию с ракурсов непродуктивных. Но, значит, я скажу так, что какой ракурс мне кажется продуктивным? И вы вот упомянули про вторжение. Вот мне кажется, именно вторжение является основным продуктивным ракурсом. Почему? Потому что он сразу помогает нам понять, что происходит, помогает нам отметать вот эти все аргументы. Например, если происходит вторжение, то не важно, что в армии вторжения есть хорошие люди. Это совершенно не важно. Конечно, в любой армии есть хорошие люди. Во всех абсолютно армиях есть, честно, это не значит, что вторжение нет или оно не угрожает вам. Потом, многие, многие факты вы просто не поймете, вы даже не поймете, если вы не понимаете, что это вторжение. А вторжение подразумевает понимание того, что против нас ведется война. И не просто в каком-то, знаете, как у Цоя в песнях, в поэтическом каком-то смысле, война между небом и землей. Нет, конкретная война. То есть есть война, есть стрелки на карте, есть мы, которых надо уничтожить или поработить в крайнем случае руками мигрантов. Мигранты — это не просто толпы людей, это новые силовики. Это происходит потому, что банкстеры осознают, что во многих странах коренное население, которое претендует на то, что это наша земля, это наша культура, оно все равно многочисленное. Как его не размывали, как его не развращали, как не понижали рождаемость, все равно много людей. Просто потому, что прежде поколения наших предков, их было много, мы еще, нас сколько-то осталось благодаря им, не благодаря нам. И поэтому они понимают, что это масса людей, поскольку все уже становится явно, и многие люди просыпаются во многих странах, то с этой массой людей не справится никто. Поэтому мигранты, они прежде всего являются силовиками, которые призваны коренное население занять, занять делом. То есть, я в кавычках говорю делом, занять тем, что боятся за себя или оборонятся, или бороться. И, значит, опять же, армия вторжения, когда тоже терминология войны, я сам не военный человек, но я люблю историю, все. Но просто в данном случае это самое лучшее описание того, что происходит. Когда идет война и вторжение, нет никакого смысла злиться на солдат, с которыми вы воюете. Вот это мигранты, при том, что они делают страшные вещи, я считаю, что их нужно всех депортировать, и что нужно очень жестко к этому вопросу подходить. Злиться на них смысла нет, потому что они являются орудием. Они просто являются орудием. То есть, вот я предлагаю ракурс взгляда, вот как только вы заметите, что кажется, ну какая разница, так или и так. Но как только вы начинаете смотреть это как на войну, с системным вторжением, у вас сразу меняется понимание того, что происходит. И у вас сразу меняются, значит, выводы, которые вы делаете. Но здесь еще такой момент, почему, допустим, большинство людей, вот я задумался, происходит это вторжение. До того, вот вы про границу с Мексикой сказали, там в декабре перешло 317 тысяч человек в один месяц, только южную границу США. А сейчас вышли новости, что уже из севера, то есть их берут, везут самолетами в Канаду, и оттуда они уже переходят. Уже там десятки тысяч переходят. Ну, это даже просто посмотреть, вот это чисто военное действие. Вот есть граница, кусочек границы начали чуть-чуть прикрывать. Они пошли, во-первых, из Техаса в Аризону, и они еще их перевозят самолетами. Смотрите, это военная операция. Какой-нибудь мигрант из Сирии, к примеру, да, сколько там зарабатывают люди? Представьте себе, сколько денег нужно, чтобы добраться из Сирии до Мексики и попасть в Америку. А если вы попали в Мексику, еще и взять и перелететь в Канаду. Как? Каким образом? Это должны быть, это логистика. Война, это логистика. Потому что почему-то люди не задают себе этот вопрос. Они представляют себе как-то очень смутно, что какие-то там толпы людей, они как-то бредут. Или, допустим, в Европе на какие-то лодки садятся. И вот они доплывают. И вот это все стихийно. На самом деле это совсем не так. Это все организовано по высшему разряду военной науки. И я вот сбросил несколько ссылок. Можете поставили, наверное, в ролике. Это есть организация, сайт Макрекер называется, очень интересный. Они недавно провели большое исследование. И они выложили материалы, которые у этих мигрантов в руках. Это карты, это инструкции. И вот я просто, посмотрите, даже одна статья поразительная. То есть там 7 разных карт для разных людей из разных стран мира. В картах описаны лучшие дороги. Где остановиться, хостелы, лагеря, где бесплатно покормят, обогреют. Есть инструкции, как ездить в товарных поездах правильно. Есть инструкции, что делать, когда пересекаешь границу США. И в каком месте лучше всего ее пересечь. Понимаете? Вы посмотрите на эти карты, вот зрители, посмотрите. Если вы на них посмотрите, карты со стрелками, вы поймете, что это война. Это никакая не миграция. Миграция, это когда какие-то люди, допустим, самые предприимчивые, даже мигранты, на свой страх и риск пошли. Но их не будет за год 3 миллиона или 5 миллионов. Понимаете? В Российскую Федерацию, насколько я знаю, недавно вышла информация, что в каком-то году было, то ли в 19-м, то ли в 22-м, 8 миллионов человек завезли. И никто не спрашивает, вот в Техасе все на виду, люди снимают, эти толпы идут. А откуда эти миллионы людей попадают в Российскую Федерацию? Ведь никто не снимает. Это какие-то где-то поезда, которые набиты людьми. Ну, представляете, миллионы людей. И это все, видимо, засекречено. Почему это никто не выкладывает? Тут вопрос, если люди, вы понимаете, что вашему народу конец придет скоро, вы должны это выкладывать. Вы не просто, вы понимаете, сейчас выкладываете ролики на этапе, когда он уже изнасиловал, там, извините, девочку, да, ужас. И это все выкладывает, это тоже нужно огласки придавать. Но это уже конечный этап. Это конечный этап, и всегда могут сказать, ну, это вот этот конченый, зато есть миллион таких, которые никого не насиловали. Есть. Но в армии вторжения не все мародеры. Если бы на самом деле попали бы ролики в сеть о том, как эти поезда идут, это было бы совсем по-другому. И вот эти карты, они очень важны. Это США, просто США в таком положении находится, это США еще есть немножко, ну, немножко больше свободы прессы, свободы слова, пусть альтернативные. В Европе ее меньше, в России ее еще меньше, да. И поэтому в США больше вот этих документов выходит. Вот эти карты, которые вы видите, их, ну, я просто так кратко перечислю, да, организация первая, это называется НГО Amigas del Train, Friends of the Train. Это организация, также известная как La Bestia, почему-то, ну, это такое название. Это, значит, по сути, организация, которая помогает товарными поездами везти людей через всю Южную Америку, границы США. Такие же карты я видел, просто их гораздо меньше выкладывает. Это все, ну, как-то тушится. Это в Европе. Вы думаете, что в Италию попадают люди из Африки просто так, они сели на плот и поплыли? Есть целая сеть кораблей, которая курсирует вдоль берегов Африки. Берет этих мигрантов. Она, самое простое было бы вернуть их обратно на берег. Но они как бы их спасают и везут, и высаживают либо на плоты, либо прямо на берег Европы. Представьте себе на секунду, какие это деньги. Сколько нужно денег, чтобы у вас были самолеты, корабли, раздавать вот эти карты, кормить на каждом шагу. Это делается силами так называемых неправительственных организаций. Но в Америке уже доказано, что конкретно американское правительство содержит эти организации. В последнем проекте бюджета, который, правда, был пока что отвергнут, но я думаю, что-то подобное будет. На цели неправительственных организаций, способствующих миграции, выделено почти 3 миллиарда долларов. Понимаете? Они убивают нас за наши же деньги. Это высший пилотаж. Когда против вас ведется война за ваши налоги. Причем война системная по всем правилам науки. Там еще есть карты. Там есть карта Красный Крест. Казалось бы, Красный Крест. Откуда и что? Они же должны помогать людям в зоне боевых действий, детям. Что людей не осталось больных в мире. Нет, они раздают вот эти карты, опять же, с поездами, с советами. Не принимайте наркотиков, пока вы в поезде. То есть, ну, раз в поезде пока нельзя, потом, наверное, нормально. Потом, значит, тут есть организации ООН, международная организация миграции ООН. Они раздают мигрантам еще одну карту, которая показывает консульство всех стран и посольствах, как до них добраться. Потому что им на пути иногда нужно какие-то документы сделать. То есть, это совершенно очевидно, говорят, тут теория заговора. Ну, а что это? Когда у вас Красный Крест, какие-то неправительственные организации ООН, все заняты тем, что они помогают. Доктора, так называемые, doctors without borders, доктора без границ. То же самое. У них просто, они каждый, и даже видно, что каждая организация ответственна за свой аспект. ООН раздает документы и помогает людям получить вот эти консульства документы и так далее. Красный Крест немножко другое, да. Вот эта организация, которая, доктора без границ, она именно показывает путь из Панамы, Панамы в Мексику. И так далее, и так далее. То есть, очень много. Есть отдельная организация из Венесуэлы. То есть, на каждой, это, знаете, можно сказать по аналогии с военными, это как фронты, да. Были там разные фронты, группы армий. Вот это оно и есть. То есть, есть вот такая группа армий, есть такая группа армий. У каждой своя логистика, и за каждую отвечает, значит, своя организация. Есть еще такая организация, которая называется, я тоже ссылку вам дал, «Организация еврейских эмигрантов». Ну вот подумайте, то есть, в этих миллионах там нет, ну, явно нет евреев. Тем не менее, эта организация является крупнейшим игроком, который переправляет вот этих людей в Америку. И то же самое в Европу, они занимаются тоже. Понимаете? Это как спрут. Это как спрут, который это делает. Значит, почему это важно? Является ли это просто страшилкой? Это важно, потому что люди думают, что можно бороться с миграцией только методами огласки преступлений эмигрантов. Ну вот, например, или, допустим, депортации, или какими-то мерами. Вот в Италии недавно произошел тоже ужасающий случай, вы знаете, наверняка, да? Изнасиловали девочку. Я рассказывала об этом, я делала видео об этом, да-да. Да, Матео Соловини заявил, что ну теперь, значит, нужна только химическая кастрация и так далее. Ну и это где-то людей успокаивает, что вот есть человек, который вот так жестко, там он что-то, может он придет к власти даже. А что на самом деле она решит? Что решит? Вы кастрируете одного, а приедут миллион. А вопрос, если они более законопослушные до поры, до времени, это для вас лучше разве? Ведь факт не в том, что они вот прямо сейчас начинают грабить, а факт в том, что у вас есть организованные армии, которые диаспоры, которые имеют свои организации, свои коммуникации, они имеют даже какой-то уровень послушания, да, то есть в Российской Федерации, не знаю, диаспоры. И в нужный момент они кого будут слушать? Им придет приказ, они будут выполнять. И тем хуже, и это, конечно, страшно звучит, но тем хуже, если они законопослушные. Потому что они до поры, до времени сидят тихо. Понимаете? Смысл в том, что сама вот эта вот концепция того, что идет война и вторжение, она должна поменять отношения. Нужно бороться, конечно, нужно огласки предавать и преступления, и все такое. Но нужно прежде всего самому, вот мне кажется, осознать, что никто, кроме нас, нам не поможет. Потому что одно из самых страшных вещей, это ожидание вот какого-то, что придет какой-то рыцарь, там это Сальвини или Мелони, или там кто там, я не знаю, Гирд Вилдерс, и он все решит. Но, к сожалению, мы видим, что на уровне политики практически все они схвачены. И дело в том, что никто из них не говорит о вторжении. Они все пытаются решить, ну, допустим, вот в Российской Федерации примерно, наверное, было такое эффектное видео, где-то тысячу мигрантов строим в аэропорту на депортацию. Они прямо идут понурые, вот их как немцев пленных по Москве, там, знаете, в 45-м провели, потом за ними поливалки проехали, помыли, типа асфальт от их ног, там, и так далее. И все, вот люди, вот да, это борьба. А что вы, давайте, давайте не забывать простой арифметики. Война, дело в том, что война, это не такая эмоциональная вещь. Люди себе представляют, что война, это вот эпос героя, рванулся рубаху, там, Александр Матросов. Геройство имеет место быть. Но война, это прежде всего математика, это прежде всего арифметика. Войну выигрывает математика, там, производство, там, того, сего, другого. Также и с миграцией. Тысячу человек депортировали, а 10 тысяч в этот же день завезли. Вы арифметику-то помните? То есть будет очень много сейчас, поскольку люди просыпаются, будет очень много попыток создать фейковую борьбу. Фейковые какие-то громкие заявления, какие-то депортации. Но вопрос должен всегда быть один. Граница закрыта или нет? Что происходит на границе? Давайте покажите видео с границы. Это только единственный вопрос. Все остальное является фейком. И мы видим, что здесь нет, у нас нет много времени. Масштабы миграции таковы, что в США только за последние три года въехало, по-моему, только через южную границу 6 миллионов человек. Это огромное количество за три года. А до этого был Трамп. И давайте вспомним, Трамп, когда шел на выборы в 2016 году, у него главный какой лозунг был? Построим стену. Он построил стену? Нет. Первые три года Трампа были рекордные на тот момент. Каждый из них рекорднее другого. Первые три года. Я прошу прощения. А он не построил разве стену? А я думала, он построил. Нет. В 2019 году под самый занавес он построил некоторые куски стены на таких местах. В 2019 году, по сути, он только ограничивать начал миграцию. Но он не успел. Он многого не успел. Но первые три года при Трампе были рекордные. То есть каждый год при Трампе было больше пересечения границ, чем было при Обаме. Это факт. А люди представляют себе, ну, вот Трамп решит вопрос. Вы понимаете, что счет идет на годы. На годы. Ну, в разных странах по-разному. Я считаю, что, скажем, в Америке, может быть, у них чуть больше задел есть. Потому что все-таки там есть белые анклавы, довольно большие белые штаты. У них есть некоторое самооправление и много оружия на руках. Они могут где-то и отделиться. Хотя эта вся ситуация с якобы отделением Техаса это полный фейк, конечно, был. Про это можем тоже поговорить. Но потенциал такой есть. Скажем, в Европе ситуация плохая тоже. Хуже, наверное, чем в Америке. В Российской Федерации, наверное, еще хуже. Потому что демография в России ужасная. Русский народ вымирает. Вот я даже приведу такую статистику, простую очень. В 90-м году на территории Российской Федерации, РСФСР, по переписи было 82% русских. Значит, это в 90-м году. С 90-го, вот то, что я нашел, по 2001-й, в Россию еще въехало почти 4 миллиона русских. Но это люди, как вот я, которые в Казахстане родились, в Киргизии, в Узбекистане. Оттуда очень многие уезжали, потому что там русских убивали просто во многих местах. Это только до 2001-го года. А поток русских не прекращался. То есть, по идее, количество русских должно было вырасти процент. Но даже сейчас, по данным, которым мы не очень доверяем, уже стало 70%. Это катастрофа, это геноцид, потому что было 82, очень много въехало, и куда они все делись. И потом, не забывайте, что, скажем, русские, это стареющая нация. Если вы думаете, что, допустим, 15% мигрантов, это много или мало, ну, смотря с чем сравнивать, и смотря как. Дело в том, что я скинул вам еще пару ссылок. На этом же сайте Макрекер, они очень много снимали на границах, они заметили на южной границе США буквально отряды молодых людей, которые на вид, вот даже на фотографии, посмотрите, они похожи на военных. Просто, вот даже там есть группа китайцев, все эти китайцы, Мексика, а там очень много китайцев переходит. И они даже выглядят, то есть, ну, мы все знаем, что китайцы, они немножко низкорослые, да, по сравнению с европейцами. Но там они такие высокие в основном, такие нормально тренированные. видно, что это группа людей, которые идут вместе, и они стоят. То же самое, есть еще одна съемка, где они снимали, группа сирийцев, которая тоже выглядит, как это, там идут отряды молодых людей. Так вот, если у вас в стране 15% таких, вы уже в меньшинстве, нет. Потому что, ну, есть бабушки, дети, там, пожилые люди, дедушки, которые ничего не сделают. Если возьмете физический вариант развития события, мы знаем, что он возможен, мы видели, что в Париже происходило, то мы уже находимся на грани. Поэтому времени, допустим, покупаться на фейки и радоваться, что 500 человек где-то депортировали, или там еще один вариант, я видел, это и в Америке, и в Российской Федерации, у них похожие даже такие фейки, что в каком-то регионе перестали принимать на работу мигрантов. И вот это победа. Ну, а что вы думаете, эти мигранты, они будут как индийские джайны или йоги воздухом питаться? Если вы их завезли и не даете им работы, что они будут делать? Они будут делать что-то другое. Единственная реальная борьба это закрытие границы. Я об этом говорил. И плюс, что в последнем стриме, тоже я вот на Абастионе, я стримы веду, присоединяйтесь каждую неделю, живые трансляции, веду на вопросы, отвечаю. Я обратил внимание людей на то, что, ну, я, в общем-то, сказал это пару лет назад, что один из ведущих аналитиков вот этого международного форума экономического, его зовут Парак Ханна. Он не очень на слуху, не такой, как вот этот Харари. Харари, он такой, такие фразы бросает, это психическая атака, чтобы людей просто ввести в ужас. А Ханна, он такой мягкий, он такой обходительный. Мишка Харари как раз читает, потому что врага надо знать в лицо. А, ну, он, да, совершенно верно, но он, понимаете, его роль немножко увести от реальности. То есть он говорит, конечно, о их планах, но планах на, скажем, долгосрочную перспективу, ну, там, 10 лет, может быть. А то, что происходит сейчас, скажем, Парак Ханна, он еще несколько лет назад сказал, что будет миграция, миллиард человек, миллиард мигрантов будет до 30-го года пересечет границы. Представляете, что такое миллиард? Это 6 миллионов за три года, покажется цветочками. А он опубликовал карту, я вам, кстати, тоже ее дам, поставьте ее, карту, куда люди будут мигрировать. Естественно, он это объяснил якобы изменениями климата, но мы знаем, что климата не сами меняют. Так вот, стрелки миграции на этой карте совершенно четко совпадают с миграцией сегодня, опубликована она 5 лет назад. Там именно стрелки идут с юга, с Южной Америки в США, через Техас и идут с Африки в Европу и далее потом, соответственно, в территорию того, что Россия, Украина и Беларусь. То есть, вы понимаете, что то, что происходит, это рукотворно. Я вот там скинул карты, посмотрите на эти карты. Это карты, это уже, понимаете, если бы у вас стояла армия на границе и вы нашли бы у них такие карты, вы бы поняли, что вторжение неминуемо. Оно происходит. И то, что я считаю сейчас, прежде всего, прежде чем что-либо делать, нужно проветрить мозги и понять, с чем мы имеем дело, что это не нелегальная миграция, это не беженцы войны, это не даже не люди, которые пришли обворовать ваши социальные услуги и так далее. Хотя и это тоже. Нет, нет, это силовики. Посмотрите на эти карты, посмотрите на фотографии, которые я скинул. Это совершенно очевидно организованные группы. Да, они без погон. Вы знаете, в 21 веке уже очень многие войны без погон ведутся. Это совершенно уже обычно. Поэтому прежде всего нужно это понять. Второе, второе, нужно начать думать всем и требовать закрытия границ. Да, мы, конечно, может быть, сразу этого не добьемся, но сейчас об этом люди даже особо и не говорят. Говорят, депортируем того, депортируем этого, не будем их на работу нанимать, пусть они преступления перестанут совершать. Но скажите, когда их придет миллиард, и допустим, они не совершат ни одного преступления, вам будет легче от этого? Не на много. Потому что они все равно вас сметут. И вот я два года назад, когда я начал говорить на стримах про миллиард мигрантов у Парага Хан, мне там писали некоторые ноты, ну ты немножко загибал, миллиард. Ну где они миллиард? Мне приводили статистику во всей Средней Азии живет там, ну допустим, я не знаю, сколько миллионов человек, ну допустим, пятьдесят, я не знаю, меньше, наверное. Где они миллиард возьмут? Ну пусть даже на Российскую Федерацию где они возьмут сто миллионов? Я вам скажу, где они возьмут их в Африке. Африка, вот очень часто в нашей среде, скажешь, блогеров, которые что-то там раскрывают, да, там, мы часто говорим, что вот нелюди, они хотят депопуляцию, они хотят население сократить. Да ничего подобного. Они хотят некоторые виды населения сократить. Белых, христиан. А в Африке, вы заметите, что в 20-21 году там не жестили, там никого не травили, там они очень спокойно себя чувствовали. А рост населения там такой идет, взрывной просто. Посмотрите, если вы не верите статистике, я вот показывал счетчик, как растет население в Африке, мне пишут, это все ложь, значит, на земле живет 100 миллионов человек, вас все обманывают. может быть. Посмотрите просто видео из любого крупного африканского города. Вы видите огромное количество молодых людей. Это признак взрыва, взрывообразного роста населения. Не бывает, что было столько молодежи и население было стабильно. Это плюс даже после того, как и такая огромное количество молодежи там в Европе, в том же Милане. То есть у них перепроизводство населения. И если экстраполировать, то в Африке через 10 лет минимум будет 2,5 миллиарда человек. Вы поймите такую вещь, что в Африке нет еды. Они не выращивают свою еду. Частично из-за климата, частично из-за того, что там вообще плохо, ну очень плохо все организовано. Африка, даже при нынешнем населении, официально полтора миллиарда, она постоянно на грани голода. Постоянно где-то на грани, где-то за гранью, где-то голод. Понимаете, то есть при вот этом росте населения, это все население, прирост Африки, оно все идет в миграцию. Вот вам и миллиард. И если вы кто-то удивлялся после этого, что, допустим, объявили, что в Европе много африканцев, что даже в Россию недавно завезли 10 тысяч африканцев, 10 тысяч завезли, будет 10 миллионов, если вы не начнете осознавать, что происходит. Да, я хочу еще добавить, вот когда вы говорили о том, что есть какие-то организации, да, то есть которые не на слуху, но они реально организуют, вот они составляют вот этот костяк, который движет всеми этими процессами. У нас, кроме того, что в Италии плывут эти лодки, да, то есть постоянно там их пытаются как-то ограничивать, там пытаются сейчас с Албании подписали договор, будут анклабы в Албании строить, и якобы все лодки, которые сюда плывут, будут в Албании. Но у нас, например, сейчас показали в независимо одной передаче, там, по одному каналу, что обнаружилось, оказывается, и ведется сейчас расследование, что в итальянском посольстве в африканской стране Бангладеш, одна из самых радикальных, кстати, стран, у нас что тут творят эти из Бангладеша, это самые радикальные мусульмане. Так вот, в итальянском посольстве в Бангладеше исчезло 30 тысяч виз. 30 тысяч виз просто кто-то, значит, положил в карман и раздал бесплатно или за деньги, мы не знаем, и 30 тысяч человек по этим исчезнувшим визам приехали сюда. То есть это потом все выяснилось, то есть выяснилось, что оказывается они уже исчезли, а их искали и молчали, там все-то скрыли, сейчас подняли документы, оказывается, там год назад пропало 30 тысяч виз. Ну просто, да, то есть это идет по всем фронтам, это не только через море, это даже вот легальное, правильно вы говорите, даже вроде бы по визе прилетел, но откуда он взял эту визу, кто ему ее дал, почему исчезли эти 30 тысяч виз? Это первое. Второе я хотела еще добавить по поводу Сальвини, вот этот у нас министр такой достаточно, я уж не знаю, искренне он борется или не искренне, но явно против миграции, и когда он был у руля пару лет назад, сейчас, кстати, суд над ним идет международный, так вот пару, два, три года назад он вообще запретил просто всем кораблям заходить в порты Италии и загружать мигрантов. И когда он это сделал, когда он это сделал, был крупный международный скандал, потому что первый же корабль, который попытался войти в порт с кучей этих, значит, мигрантов, которые были с каких-то лодок посередине моря выловлены, да, это якобы независимые корабли, там помогают, там медики, как это, да, без границ, вот это вот, и этот корабль попытался войти, полиция на этих, значит, катерах вышла и преградила путь, вот это стояла полиция, налоговая, там что только не стояло, все вот эти катера, и этот гигантский корабль просто протаранил полицию, там людей просто так пошвырял, вошел в порт силой просто, да, протаранив это все, и сгрузил, ну, то есть он не сгрузил, он встал, и, значит, прилетели там полиция, вертолеты, этот Сальвини сказал, никого не сгружаем, никого не впускаем, и вся общественность, якобы европейская, стала возмущаться, как это так, министр Сальвини в Италии взял в заложники несчастных негритосов на этом корабле, потому что они там уже несколько дней стоят, их не сгружают, и якобы, что это такое, он их взял в заложники, он якобы террорист, значит, он сказал, пожалуйста, едьте в другие парты, едьте во Францию, едьте в Испанию, Испания их не захотела, Франция их не захотела, их никто не захотел, но виновата Италия, и после этого, сейчас, в итоге, заставили его их принять, их сгрузить, и, значит, сейчас, и уже 2-3 года над ним идет международный суд по статье терроризм, он якобы взял в заложники, там сколько тысяч эмигрантов, вот этих чернокожих, значит, которых выловили на этом корабле, значит, тысячи человек держал несколько дней якобы в заложниках, а он просто, ну, он говорит, у нас закон такой был, я министр, я поставил такой закон, почему я не могу, то есть мы выполняем закон, нет, вы противоречите международному праву человека, там, и все такое, то есть у нас попытки были, но до сих пор идет международный суд от человека, который попытался. Да, он пытался, безусловно, и это единственное, что может быть реальное, вопрос только в том был, что, конечно, использовать там баррикады на берегу уже поздно, нужно использовать военно-морской флот, но я вам еще одну цитату Парага Кханы скажу, которую он написал несколько лет назад, лет 5 назад, когда еще все это было неясно, он написал такую фразу, что границы государств являются самым грубым нарушением прав человека, поэтому вы должны понимать, что вся вот эта борьба тоже про Албанию, это очередный фейк, потому что, ну, кто знает, Албанию, это очень бедная страна, что они будут там делать в Албании, Албания, это тоже континентальная Европа, они просто пойдут в другие страны, то есть, если их будут гружать в Албанию, они пойдут в Сербию, и в Черногорию, я извиняюсь, я остановлю на секундочку, там имеется в виду, что это как бы политика сдерживания, они считают, что если мигрант, который из Туниса сейчас переправляется на лодке, узнает, что его не впустят в Европу, а переправят в Албанию, он якобы не поплывет, он якобы остановит, якобы таким образом сдерживает. потому что через Албанию он может пешком перейти в другие страны Европы, но что-то лучше, чем ничего, но по большому счету, я еще раз просто хочу концентрировать ваше внимание, что идет вот эта война, и есть очень много методов манипуляции, методов, я уже объяснил, это якобы легальное, нелегальное, это экономические аспекты миграции, это вот какие-то бизнесмены, им нужна дешевая рабочая сила, посмотрите на этих людей, никаким бизнесменам такая рабочая сила не нужна, это вас обманывают, то есть идут все попытки замаскировать это вторжение до последнего, поэтому лучше всего для нас сразу понять, что это, и понимать, что любая вот эта вот борьба с последствиями бессмысленна, что нужно требовать только закрытия границ, и нужно поддерживать только тех, кто закрывает границы, вводит там визовые режимы, и так далее, и тому подобное, это единственный сейчас выход, ну и другой выход, я тоже много об этом говорю, я считаю, что большая проблема вообще у европейских народов, и у русских в том числе, и особенно у русских, это разобщенность, где-то может быть в Италии это не так, конечно, в Италии, наверное, есть какие-то регионы, где люди сплочены, но в общем проблема в том, что мы сейчас очень отделены друг от друга, но если вы поймете, что происходит, и что ждет нас в будущем, в любом случае уже, даже если сейчас закрыть границы, уже в любом случае события гарантированы, вы должны понять, что вам нужны единомышленники, не нужно создавать каких-то глобальных организаций, там с явками, вот пришлите мне свои координации, просто круг друзей, вы должны отрабатывать, где я возьму еду, как мы будем защищаться, как мы будем связываться, это понимаете такие вещи, которые, скажем, пару сотен лет назад никому объяснять не надо было, если даже пришел бы людям это объяснять, в любой стране, хоть в Италии, хоть в России, хоть в Америке, им сказали, ты нормальный, мы и так без тебя это знаем, что нам нужно позаботиться, там еда, вода, энергия, друзья, самооборона, коммуникации, но люди сейчас обленились, мы не то, что может даже обленились, а мы как бы, эта цивилизация поменяла нас, потому что мы давно этого не видели, а сейчас мы видим, мы видим вторжение, которое, ну даже вот, скажем так, переселение народов, которое уничтожило там Римскую империю, скажем там, 5-6 век, это ничто, потому что тогда это не спонсировалось самим государством, сама Римская империя не спонсировала, ну были там случаи, когда они переселяли Готов там и так далее, но это были ограниченные случаи, хотя они тоже сыграли очень плохо для Римской империи, сегодня мы видим, что вот эти организации, они по сути, каждый действует как какой-то фронт, как армия, у них своя логистика, свои деньги, у них огромные деньги, причем эти деньги выделяют правительство этих же стран, поэтому любая борьба, она начинается с осознания реальных фактов, и в миграции я просто вижу, что в основном разговор о миграции ограничивается криминальной хроникой, убил, изнасиловал, да, это нужно предавать огласки, безусловно, но пока мы не поймем, что речь не идет о какой-то преступности, пусть даже там какой-то всплеске преступности, о настоящем вторжении, вторжении силовиков, которые будут нас лишать вообще нашего будущего, и детей наших, то пока мы этого не поймем, в принципе мы ничего сделать не сможем, так и будем постить, возмущаться вот этими преступлениями. смысл главный в том, что есть какая-то критическая масса чужеродной культуры, людей с чужеродной культурой, какие бы они ни были, пусть они даже замечательные, как про них рассказывают, старших уважают, своих может быть старейших, но есть какая-то критическая масса, после которого будущего ни у нас, ни у наших детей быть не может, поэтому мы должны понимать последствия и ставки в этой игре, они очень-очень высоки, выше не бывает, поэтому я вот даже когда часто выступает Харари, начинает вот это свое будущее, свое трансгуманистическое будущее, мы понимаем, что там в конце они готовят нечто невообразимое, это просто трудно себя описать, это трансгуманизм, это биологический террор, там и так далее, это отдельный наверное разговор, но это все, скажем так, чуть-чуть дальше, а конкретно сейчас главная угроза, вот та, о которой мы говорим в этом видео, и надо пытаться ее изо всех сил, ей противодействовать, тормозить, говорить об этом, и говорить именно системно, что происходит на границе, как они сюда попадают, кто это делает, вот главный вопрос, кто, потому что, ну вот приплыла лодка, вот приплыла еще одна лодка, за этим стоят конкретные организации, конкретные люди, о них надо говорить. Да, правильно, полностью согласна. Ну что, спасибо большое за интересный рассказ, обязательно я постараюсь вставить все эти карты, о которых мы говорили в видео, и я думаю, что очень многие задумаются наконец-то, и начнут понимать, на самом деле, после вашего такого глубокого рассказа, что вообще с нами происходит, мы должны объединяться против этого, и действительно правильно на это влиять, потому что именно от нас зависит, опять же, кого мы выбираем, за кого мы голосуем, и кого мы поддерживаем и политиков, и общественных деятелей, поэтому да, все зависит от нас. Про людей вокруг, да, и такое последнее, вот вы сейчас сказали, мне навело на мысль, что мы разные люди, у нас разные взгляды, но вы знаете, когда вот эта орда начнет крушить, они не будут спрашивать, а вот как вы относитесь к такому-то историческому персонажу, то есть им без разницы, просто мы все под угрозой, поэтому нужно это понимать, не знать, что нужно оказаться от своих мнений, ни о чем не спорить, но просто не доводить споры до, скажем так, проклятия и разрыва, и пытаться все равно сохранять какой-то мостик, потому что в любом случае, если такая ситуация будет происходить, то мы друг другу будем нужны. Да, правильно, спасибо большое, спасибо вам, было очень приятно пообщаться, и до следующих встреч, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Продолжение следует...